всем привет добро пожаловать на мой канал с кем еще не знакомы меня зовут алексей да давно не было обзора моих покупочек магазине fixprice и тем более сейчас у них появилась вот такая вот карта накопительная я ради нее практически решил сделать этот обзор поэтому если вам интересно оставайтесь со мной до конца всем приятного обзора всем приятного просмотра хотел сказать всем приятного обзора друзья ну давайте начнем сначала с покупочек и потом уже я расскажу вам что это за карта это бонусная карта накопительная в общем как она работает постараюсь рассказать как я понял но для начала покажу вам что я покупаю fixprice и впервые я купил вот такой вот кондиционер средства для стирки друзья предназначена для стирки белья боже мой блин малин я же хотел кондиционер купить а это это средств пипец вот мои глаза вот слушайте вот это шопинг да когда вы ходите в магазин когда вы смотрите на цены будьте аккуратны сначала смотрите что вы берете елки-палки вот блин малин ну куда мне зачем оно мне нужно я себе покупаю совсем другое средство ну ладно купил так купил друзья на самом деле я хоть думал что это кондиционер для белья может от кондиционер средства для стирки загрузка белья температура два колпачка для загрязнения 7 нет друзья это это средство для стирки боже мой на на хрена я тебя взял куда мне тебе девать то я просто боюсь и что она мне не понравится пипец ну в общем друзья стоит она всего лишь 1200 тенге я я был уверен что это кондиционер для белья и даже смотреть разглядывать не стал я открыл мне запах очень в принципе понравился служите но я в шоке напишите в комментарии я так думаю что может быть кто из вас брал она нормальная вообще его можно вообще использовать друзья напишите пожалуйста в комментарии мне очень интересно ну ладно будем двигаться дальше в общем 1200 тенге стоит это средство для стирки блять молять ой вот за что я не люблю вот эти магазины типа фикс прайса ты ходишь такой модный деловой или модная деловая с корзиночкой складываешь туда все ой дешево ой ой дешево пипец вот но вот это я взял уже не первый раз я вот такой светильничек уже брал он меня отслужил года два по моему два или третий год он у меня служит светильничек этот мне обошелся сейчас в 600 тенге он от батареек здесь в принципе он знаете он идет нам а не на магнитике на липучки я его на даче использовал на старой даче которую я уже с успехом продал вот и я там ее использовал этот светильничек когда свет газ вместо света но у меня от потолка отклеивался он и падал сейчас я на новой даче использована у меня двухэтажная дача я так как у меня по лестнице спускаться до в темноте чтобы не разбиться она от батареек я уже сказал да замечательно вот в общем я ее ложу возле лестницы когда ночью мне нужно спуститься зачем попить воды сходить в туалет и в туалет кстати на даче я тоже беру этот светильник с собой тут очень удобно нас на саму вот эту нажимаешь и загораются лампочки и идешь такой модный из подсвечиваешь себе дорогу и все на свете в общем я рекомендую недорого еще раз говорю три года у меня такой светильник от служил сейчас он еще работает но он барахлит почему-то уже эта кнопка нажимаешь и он кто светит кто не светит вот что еще еще мне нравится то что в свето то что фикс прайсе есть и для животных радость и вы не поверите вот этот корм пуриналан я его купил еще в начале этого года по 800 850 тенге здесь идет здесь по моему 400 грамм до 424 грамма обратите внимание но что я хочу сказать обратите внимание что этот корм идет с высоким содержанием говядины и пшеницы очень странно что его нету в в магазинах для животных вот сколько я держу кошку я впервые и знаете ей очень этот корм нравится я его теперь покупаю по пять по шесть пачек но к сожалению он теперь тоже подорожал стоит он сейчас фикс прайсе 1200 тенге к сожалению но деваться некуда он у меня кошка его кушает с огромным удовольствием весовой корм продается разные вкусы но вот именно с говядиной кой сам бы кушала с пивком бы у меня кстати есть друзья которые по молодости kitty cat брали и кушали его с пивом вишка ужасно да ну почему бы и нет почему бы и нет так друзья что я хочу сказать и когда знаете когда фикс прайсе закончился этот корм в тот в том магазине в котором я брал я пошел в разные магазины в животные начал спрашивать если у вас такой корм они нет его не бывает игру как не бывает я живут беру не может быть такое вы блин я вам сфотографирую принесу и вы знаете сфотографировал забыл этой женщине принести показать да и в принципе не важно сам факт что он существует вот даже если вы зайдете сейчас на сайт на сайт вот я даже на сайте каспий магазин искал от разные корма есть но этого корма нет в общем такое ощущение что у фикс прайса с вот этой фирмой заключен какой-то контракт что на поставку видимо только вот этого корма имеет право только они в общем я нигде не нашел напишите в комментарии если у вас не фикс прайсе а если у вас в животных магазинах вот именно вот такой вот корм пурина one с говядиной и пшеницей и к моему величайшему друзья удивлению я и совсем недавно фикс прайсе увидел еще и влажный корм пурина one говядина но правда с высоким содержанием моркови в общем у меня кошка пищит от удовольствия нам не говорит всегда спасибо говорит хозяин ой хозяин хозяин хозяйка это она а я всего лишь раб она мне говорит спасибо корм обалденный и очень нравится в общем кушаем мы с удовольствием и теперь я стараюсь собрать по несколько пачек за про запас вот стоит влажный корм по моему 170 тенге я квитанцию потерял но по моему 170 тенге вот что еще что еще фикс прайсе беру не первый раз это спрей для обуви друзья раньше я для обуви использовал эйлонский спрей но потом когда я для себя открыл магазин фикс прайс такой спрей в магазине стоит по моему 350 если я не ошибаюсь она стоил 350 тенге сейчас точно не скажу надо посмотреть будет на сайте вот но в общем принципе спрей нормальный вот эта новиночка его раньше не было были в железной баночки вот теперь вот в пластмассовой но в общем подходит для всех видов обуви попробуйте не знаю правда или неправда но содержит и он и серебра запах приятный в общем я его в общем я его использую и принципе мне он нравится что еще еще я беру брал последний раз брал вот такие вот шпроты сейчас они фикс прайсе стоят 600 тенге они в масле они знаете очень крупные прям такие крупные крупные как будто это не знаю селедка как будто целая лежит в общем они мне понравились 600 тенге я вот решил взять себе две баночки и вообще вообще я у них брал вот такую вот и васи копченую в масле вы знаете действительно она вот это вот и васи самое дешевое это фикс прайсе потому что даже на оптовках я смотрел ее не было я ее последний раз видел воды к но у нас в каменогорске есть отдыха магазин в общем воды к она стоила 900 тенге здесь фикс прайсе она стоит сейчас 600 тенге в общем тоже рекомендую она знаете на жирненькая но она такая суховатая рыбка у меня мама тоже ее берет постоянно она прям супчик любит варить варить я ее употребляю так вот когда знаете когда ну не охота готовить лень хочется что-то по-быстрому приготовить поэтому я ее беру чтобы она у меня всегда было вот бывают гости приду да чтоб быстренько стол накрыть закусочку такую сообразить в общем и васи мне нравится шпроты тоже стал последнее время брать еще я брал кстати маслины тоже мне понравились еще фикс прайсе очень много йогурта всяких тоже интересные штуки но это отдельный разговор у меня их сейчас нету на видео поэтому не буду не буду об этом рассказывать что еще еще я взял для чего для коктейля в ситочка для коктейлях я последнее время иногда делаю алкогольные коктейли вот ну и вот думаю что это ситочка мне очень должно подойти не знаю я видел видел у блогеров думаем возьму попробую тем более она знаете она ситочка стоит 600 тенге в принципе недорого думаю ладно друзья ну вот в принципе вот такая вот у меня небольшая покупочка в этот раз ну что хочу сказать про вот эту карту я увидел последний раз когда я был в магазине я увидел что есть вот такая вот карта спросил мне сказали что она стоит всего лишь то 350 тенге я думаю ну ладно 350 день тенге небольшие деньги но продавец кстати она не не смогла не смогла внятно объяснить да и в принципе она видимо не хотела мне объяснять она мне продавая отправила во своя си она даже ничего не объяснила благо что бы была такая знаете конвертик куда складывалась эта карточка и в конвертике уже было в принципе все написано подробнее вот ну и тут в принципе тоже все написано в общем нужно было активировать эту карту на сайте что я успешно и сделал и потом пойти в магазин при покупке товаров эту карту нужно было предъявлять друзья что дает эта карта эта карта накопительная вы накапливаете бонусы одна потраченная тенге это один бонус вам в эту копилку я последний раз потратился на 4000 тенге нет больше потратился больше но в сутки сутки на эту карту могут зачислить только 4000 тенге в общем друзья забегая наперед хочу сказать что это но мое ощущение что это такая бесполезная вещь потому что зачислить в сутки можно только 4000 тенге бонусов ну тогда извините я потратил 15000 вы мне зачисляете 4000 да тоже как бы не честно что дают эти бонусы бонусы дают 333 этапа если вы накапливаете 3000 бонусов но вы понимаете что 3000 тенге это 3000 бонусов это халява ну в принципе ничего вам открывается 50 товаров со скидкой если вы были фикс прайсе последний месяц там два да да вы наверное видели что у некоторых товаров есть ценники есть два ценника один 500 тенге допустим да второй 435 то есть вот второй ценник дает возможность покупать вернее это та карта дает возможность покупать по второму ценнику и если у вас 3000 бонусов то вы можете приобрести всего лишь 50 товаров но выбрать из 50 товаров вы понимаете что фикс прайсе допустим 1000 до товаров то вы можете всего лишь только 50 и причем только с фиксированными скидками то есть вот все товары которые сейчас представлены на экране они не подлежат дополнительной скидки дальше десять тысяч тенге бонусов десять тысяч тенге вы потратили у вас на карте 10000 бонусов для вас открывается 100 100 товаров уже со скидкой ну как бы ассортимент увеличивается честно сказать я еще пока не знаю как делятся эти товары какие товары в 50 входят какие 100 входят все это как-то знаете непонятно все закрыто скрыто но тем не менее если вы накапливаете 25 тысяч тенге на этой карте но бонусов да то для вас открывается 150 товаров которые подлежат скидки но хочу сказать наперед то что тот магазин который находится рядом с моим офисом тот магазин который мне удобен у него очень маленький ассортимент поэтому я не нахожу пока эту карту очень выгодной мне кажется она бесполезная благо что она стоит всего лишь 350 тенге я еще попытаюсь и и и ей попользоваться посмотрю какая выгода все-таки будет мне с этой карты ну и забегая наперед хочу сказать то что это бонусы не безграничны в течение месяца они сгорают то есть нужно пользоваться регулярно ну то есть вы понимаете что фикс прайс подсаживает вас на постоянное хождение в магазин я знаю что фикс прайсе очень много продуктов поседневного потребления это очень удобно да в общем друзья решать вам нужно нужен ли вам этот дополнительный геморрой в виде бонусной карты фикс прайсе я честно сказать не вижу особой выгоды но и вам не рекомендую лишнее лишнее лишний пластик в кошельке но если у вас есть то делитесь со мной очень будет интересно может быть ваших городах товаров больше представлено в магазине и соответственно вам она карта выгодно я думаю что все равно эта карта будет выгодно тем у кого большая семья кто каждую неделю ходит фикс прайс и покупает там на большие суммы потому что ну надо посмотреть обратите внимание просто на те товары которые подлежат дополнительной скидки у меня если будет возможность я сделал дополнительный фикс обзор и покажу какие дополнительно товары я могу приобрести со скидкой на эту карту вот друзья если вам это видео понравилось ставьте палец вверх пишите свои комментарии у кого есть такая карта кто ей пользуются и кто вообще что приобретает в магазине фикс прайс будет очень интересно делите своими своими покупками на этом у меня все спасибо большое за просмотр всем пока пока пока